Минтруд сообщил о выплатах инвалидам и потерявшим кормильца, имеющие инвалидность и те кто потерял кормильца 10 тысяч рублей, единовременные выплаты об этом сообщила замминистра труда Ольга Баталина и прочее. Вот эта система подачи продолжает развиваться, помните, мы давно говорили, что это единственный путь спасти экономику, когда мне говорят, как ты придешь к власти, как ты будешь экономику поднимать, ну как, я говорил, что сделаю пенсии инвалидам, ветеранам, по потере кормильца и так далее, пенсионерам нормальным, то есть мы говорили о тысяче долларов. Ну там тысячи евро это уже не важно, и все, экономика будет заполнена, то есть экономика заполнена деньгами, все работает, прекрасно работает, потому что все те деньги, которые сейчас похищают путинцы и там увозят куда-то на запад и так далее, тратят на роскошь, эти деньги не работают в России, и Россия обескровлена. Они таким образом будут возвращены через пенсионеров, ветеранов, как нам еще раздать деньги, ну это самый простой путь, раздача денег. То есть Путин, видите, пошел по нашему пути, я говорю, слушают что ли Мальцева, да, ну смешно. На самом деле нет, на самом деле я думаю, что те консультанты, которые эту идею выдвинули, да, они прекрасно понимали, как это работает и все. Выплаты гробовых пошли, ну да, и назван срок начала выплат 10 тысяч рублей российским пенсионерам. То есть свыше 30 миллионов пенсионеров получат выплату 10 тысяч рублей до, куда она делась, до конца следующей недели. Видите, о как их прихватило-то, надо срочно все делать. И это не к выборам, непонятно, что это к выборам, но задача-то деньги раздать не к выборам, им пофигу, они любые цифры нарисуют. То есть у них экономика рушится, все уничтожается, нужны какие-то бабки. Где они эти бабки взяли, а, как вы думаете? То есть они показали, что доп. доходы составляют там, что-то, какие-то полтора триллиона, да хрень, это полно. Ну пусть они покажут, откуда они взяли полтора триллиона дополнительных доходов. Это смешно просто. У них весь бюджет 23, они полтора нашли дополнительных доходов, да. Смешные. На самом деле это вранье. На самом деле они нарисуют безналичные деньги. Они даже не будут включать станок. Сейчас вот там кто-нибудь заявит, что они сейчас включат станок. Зачем? Они же все на карточке раздают, на карточку мир. Они безналичные деньги запустят, вот и все. Дополнительно нарисуют и скажут, ну вот ты владелец этих 10 тысяч рублей и все. Все равно эти деньги в конечном итоге вернутся им. Никакой инфляции, ничего не будет. Все равно эти деньги пойдут на покрытие долгов микрокредитным организациям и прочее, прочее, прочее. И это как раз их путь, чтобы никому никаких денег ниоткуда не выдергивать. Чтобы, помните, как тот Раджа, да, в золотой антилопе. Как если я буду тебе отдавать твои деньги, среди них могут оказаться и мои. А своих денег я никому никогда не даю, да. Помните? Вот это вот Путин. Это именно так он поступает. Поэтому деньги просто нарисуют безналичные и все. И ничего, никакой инфляции там. Вот если запустить там станок, запустить может что-то и будет. А если ты нарисуешь безналичные деньги, то его чей ни херой не будет. Тем более в таком небольшом количестве. Росстат начал скрывать численность пенсионеров в России. Видите, за год у пенсионеров померло на рекордные 1,2 миллиона человек за год. То есть стало меньше пенсионеров на 1,2 миллиона за год. Можете себе представить? И все. И решили все это скрывать. Потому что, во-первых, если они покажут реальную численность пенсионеров, то тогда возникает вопрос. А сколько средняя пенсия? Вот столько. Нет вопроса. Вот столько средняя пенсия. Вот такое число пенсионеров. Помните, мы с вами считали? И я сосчитал, что оказывается надо 7 миллиардов ежемесячно. А они говорят, надо 8. А куда же 8-то? Поэтому очень странная вся эта ситуация. Там не миллиард, там что-то другое было. Какие-то другие цифры. Ну, не важно. То есть мы сосчитали, получалось 7, при количестве том пенсионеров, которые они давали, даже тогда. Без учета этого миллиона и 2, которых нет. И то средняя пенсия. И то получалась полная фигня. Перед выборами они нам, значит, теперь, видите, вчехляют и про пенсионеров, и про что хотите. Вот насчет выборов тут мне прислали. Я посмеялся очень. Ну, во-первых, Скрипецкий прислал вот такую новую картину свою. Мне кажется, очень хорошо она сделана. Такое что-то в лице у этого человека. Какое-то, я не знаю. Да, даже не могу охарактеризовать. Что-то какая-то печаль у него такая. Грусть какая-то такая неизбывная. Вдаль он смотрит, и тут, видите, у него какая-то обезьяна. Или Путин на иконе. И все так как-то жутко. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...